Здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем наши конференции по криминализации атомной войны и её систем, которые создали атомную войну. Значит, мы криминализируем системы атомной войны. Из всех войн, которые существуют. Конечно. Но атомная война, она особенная, она действительно апокалиптическая. И системы её и биологические, и социальные, и технические все надо отделить от деструктивных манёвров. Чтобы при власти были только такие, которые создают мир. И сегодня в гостях изумительный специалист по этому поводу, мультиполиглот Иван Георгиевич Романов фон Берхан. И разговор у нас пойдёт о нашей, о нашем регионе Балтийского моря. И о том, как нам, жителям этого региона, коренным жителям и... И гражданам всех стран вокруг Балтийского моря, как нам тут сейчас грозит ядерная война. И как системная война тут уже давно происходит. И мы начнём наш разговор с темы... Расскажите в пять минут о вашей изумительной жизни. Ой, это бы было долго, но как же. Я общевоенно образован, я аркеологически образован тоже. А потом я служил в Африке четыре года. Вот летал и вертолётов, и самолётов. Вот, был как в так названном бизнесе, вот. Там, где официально власть, официально власть нельзя бить. Хорошо? Тоже был, обучал лётчиков Ливии. Служил в Египте, служил в Ливии, служил в Южной Родизии. Боргания Анасмита, там летал вертолётов, летал самолётов. Вот, было очень интересно, летал Херкулес. То есть, тоже вот, могу сказать, что груз, который я транспортировал, только была проблема. Вот это, пожалуйста. А потом, мне ясно, кто имеет власть, как идёт власть, и что власть делает, чтобы задержали свою власть против нормального народа. Интересы власти, вот, каждый президент, особенно, с какой стороны хотите, он тоже говорит как Ливии. Если нужно побить 90% поданных этой стране, чтобы он остался на власть, я это сделаю. Это сделает, вот, и президент, как я называю, криминелики Соединённых Штатов, потому что это самая агрессивная страна на нашей планете. В 50-х годах, если вы осматриваете, там, 70-х, не, так скажу, о 60-х, 70-х, там, 80-х годах, Северные Штаты имели свою стратегическую авиацию, со своим стратегическим бомбардировщиками, ядерным оружием, вообще водонечной бомбой, вот, они патрулировали около Северного полоса и только ждали код. Они танковали в воздухе напасть на Советский Союз. Потом, первое, общее, было им самое нужное, развалить Советский Союз и развалить Варшавский договор. Между Горбачёвым и Папой Бушем был подписан договор, что ни одна страна Варшавского договора не попадёт на сторону НАТО. Но Соединённые Штаты переселили два полка F-15 вместе с самолётами заправки, что могу заправлять в воздухе и прийти поближе к русской границе. А потом, в 2014 году, тоже была конструктивная анархия на территории Украины, и через 15 миллиардов евро и долларов они изменили власть. Сейчас народ Украины копает источников в своём доме, подвале, как бы могли получить воду, пить воду, потому что народ не имеет деньги заплатить для коммунальную воду. А потом народ там умирает от эпидемий, народ там умирает от кого удобно. Но самое важное – интересы, потому что Соединённые Штаты и НАТО взяли и поставляют постепенно свои ракеты на границе с Россией. Два. И этих балтических стран, вообще самое главное, что они устроят в стратегических базах, как могу напасть на Россию. Россия хочет мир, Россия хочет спокойствия. Ну, народ может спросить, кто нам сделал тоталитарную систему и коммунизм? Это нам сделал Якуб Шифт, это нам сделал Улов Ашбери, это нам сделали банкири западного мира, это нам сделали тоже немецкий генералштаб, который подарил Ленину 25 миллион немецких марк, подарили ему тоже немецких генералштабных офицеров, из Сирии, когда он пришел своим поездом, который, его поезд никогда не был заблумбирован, но там тоже были как пассажиры немецкие, немецкие, как скажу, немецкие генералштабные офицеры. Ленин здесь от Улова Ашберя получил намного стотни миллионов фальшивых царских рублей. Это из Швеции, да? Он пришел в Швейц, он был здесь апель месяц 1917 года, и прошел дальше. Вот, он получил письмо от шведского правительства и эскорт шведской секретной полиции до Хаппарата. Потом Ленин купил латвийскую дивизию, потом Ленин сделал конструктивную анархию. Но до этого, от 1890 года до 1917 года, Якуб Шифт в Соединенных Штатах обучал 30 тысяч евреев, как бы они взяли власть на территории Русской империи. Потом, кто нам сделал револуцию 1905 года? Кто вообще сделал коммунистическую идеологию? Как это возможно, что Карл Маркс писал коммунистический манифест и даст капитал в Лондоне, и его финансировала родшивная семья на территории самой большой капиталистической страны. А потом, смотрите, тоже Револуцию, которая начиналась 18 марта 1948 года, точно часов 11 и Штатхольм, и Гданск, и Варшава, и Краков, и Будемпеште, и Праге, и Братиславе, и Виене, и разных городов Австрии, потом Берлин, потом все, вот тоже было Париж, Льон, Милану, все 11 часов в Хамбургтур, 11 часов 1848 года. Пожалуйста, подумайте, кто нам это сделал. Да. Ну... Я хочу сказать, вот это атомская война. Во время этой войны, когда общебелохолодная война, стратегические бомбардерщики летали около Севного полоса, имели направление на Советский Союз. Который год примерно? Ну, мы можем посчитать там от 1958 до 2000 года. А потом американские подводные лодки, они имели, каждая подводная лодка со своим стратегическим ракетами, имела направление Санкт-Петербург, Киев, Москва. Вот, пожалуйста. Ну, да. А потом у них был такой план, как перестроиться, вот, и на территории они бы прошли через Лапланд, они бы пришли через Балтические, сейчас, республика, они бы пришли вот через Финландию, значит, бомбить стратегически очень важных целей на территории России. А тоже Швеция так не виновата. Она тоже платила и разделивала эксперименты, скажу вам, там, конец 60-х годов до 77-го, 8-го года, которые французи делали, вот, попробовали свое ядерное оружие на области Тихого океана. И разделивали результат. Так что, возможно, Швеция тоже имеет тактическое атомное оружие между 3 и 5 килотона, которое бы отправляло через артиллерию. Интересно очень, что Швеция, оказывается, страна, в которой Центральный банк был создан в первой из всех стран в мире. Придумано. 17 век. Они сделали Центральный банк, да. Они создали этот социально-экономический инструмент как раз в Швеции. Потому что все думают, что это Банков Ингланд, английское сотворение империи, и что это потом было дальше в Америку послано. И потом разрослось по всей планете как колориальный механизм. Но, оказывается, это Швеция когда-то. Ну, Швеции был первым нужен Центральный банк, как бы Швеция финансировала свои войны. Значит, Швеция делает тоже специальный налог. Потом была война между протестантом и католиком, а тоже между Швецией и Россией было 33 войны. А 33 войны, которые случились между Швецией и Россией, скажу, 31 войну начинала Швеция, а 2 войны начинала Россия. А потом Швеция смотрит на Россию как главного врага. Но Россия им никогда не сделала плохого. Первое, когда смотрим Карл Ванайст, он запрещил торговли, искал налог от русских парусных кораблей Пьетру Велик. А потом случилась война, а потом первое случилось Нарва, где 8 тысяч шведских солдатов набили армию Пьетра Первого, а потом была Полтава. И, пожалуйста, Швеция потеряла свои, скажу, колонии на юг Бальтического моря. Два, после этой битвы Шведская империя начиналась разваливаться. Но, если мы смотрим тоже гражданскую войну в России, Швеция отправляла пульмонеты, артиллерию, гранаты артиллерийские, панцир локомотивы, панцир поезда. Но Ленин дал Улову Ашберию больше от 500 тонн русского золота. А потом на это золото швейли начинали делать свой стандарт жизни, свою инфраструктуру и все остальное. Но Швеция сейчас находится перед тоталитарным экономическим коллапсом и ужасом. У Швеции сейчас начиналась тоже война низкого интенситета. Что значит, здесь хулиганы делают, что они хотят. Закона для хулиганов нет. Но Швеции закон только для хороших людей, которые заплачивают свои счёты, которые идут на работу, которые заплачивают налоги и ещё остальное. Швеция импортирует бандитов, преступников полного мира. А потом здесь насильники, которые насилуют на очередь женщину. Здесь хулиганы насильники, сожигают автомашины, здесь хулиганы, которые сожигают школы, здесь больше и больше Швеции управлять наркомафию. А вот полиция, она занята с таким, как я, потому что я открыто говорю, какой ужас Швеции есть. Когда мы осматриваем, полиция, большая Швеция, полиция, нормальный полицейский, он не может прийти у 60 разных регионов. Человека могу убить, сожигают полицейские автомашины, сожигают машины скорой помнищей, бросают камни напротив пожарную, делают что хочет. Но говорят, что это молодежь, не говорят, что это хулиганы и преступники. Молодежь не знает, что делать. Я бы дал этой молодежи лопату, чтобы чистый снег, сейчас. А потом я бы их перевоспитал через трудовой лагерь и через тюрьму. Они не бегуляли и хулиганили по улице, как они хотят. Но общее здесь сам проблем это социальная власть, которая допускает хулиганом управлять как они хотят и социальная власть уничтожает свою собственную страну, потому что социальные секретарии, социальные ассистенты, им нужно работать через хулиганизм. Возьмет полиция какого преступника, который имеет 14-15-16 лет, он его не может арестовать, он не выдает социальной власти. А сочиан будет с ним разговаривать. Но таких нужно перевоспитать через сильную работу, через трудовой лагерь, а не через разговор. Ну может быть я бы хотела методику использовать другую, потому что самое главное остановить войны во всех местах, чтобы эти люди, которые едут в страны Европы, могли вернуться домой. И они этого тоже желают, и это тоже очень важно, чтобы была методика как это сделать, чтобы вы... потому что тут замкнутый круг получается. Шведы делают бомбы и оружие, делают воины у них там дома, делают бизнес, как называется, а потом они едут сюда и делают тут беспорядки. и тут в Швеции уже, как вы говорите правильно, тут уже есть холодная война. Нет, это горячая война, война низкого интенситета, потому что полиция, юридические институты, прокуратура, суд не контролирует территорию. Здесь делали на эти 60 регионов государство государству, потому что кто имеет власть? Власть не имеет закон, власть не имеет шведские органы закона, там имеют власть хулигана. А потом, пожалуйста, бросают такие большие камни, трудоварные камни, на автомашинах полиции, могу их убить, когда удобно. Вот и что же, он молодой, он не знает, что он делает, как же не знает, трудовой лагерь, а потом все будет хорошо. Два, когда вы говорите о шведской индустрии оружия, которые продаются по полному меру, вот самый главный клиент, который покупает шведские игрушки, это самая большая мировная организация, это Пентагон. А потом через Пентагон тоже разные страны, и Пентагон может дать и подарить сами игрушки, как я называю, кому удобно, потому что это оружие заплатено отсюда. два, шведская попробовать пласировать свой язь, который вообще могу сказать никакой самолет, продать куда стоит 900 миллион крон, но эти 900 миллион крон, они могут сделать от штук, один язь стоит 900 миллион крон. Нужно сделать здесь общую инженерию солдатов, когда появляются в природе катастрофы, если это водопролив, если это снег, как сейчас, если это какой ужас, вот что нужно, тогда нужно поставить инженерию, очистить дороги, очистить улицы, так, что они не потеряли, как сейчас потеряют по этому снегу, который между 40 и 50 сантиметров пал, каждый день они потеряют, потому что народ не может прийти на работу, одну миллиарду крон в день. 10 дней 10 миллиард крон пожалуйста, а потом катайтесь как вам удобно. Ну во всяком случае вся экономика Швеции она тоже построена как рабские концентриации унилала. Точно, потому что моя бабушка, которая родилась в Зимном дворце в императорское время, она сказала так, она была общий студент математики и она была великая княгиня, оставляя это для себя. Она вообще вот говорит так, старые времена раб работал и имел помещение проспать у своего хозяева и хозяин дал какую-то такую одежду и дал ему что кушать. Сейчас новый раб работает получать зарплату. Он заплативает где ему нужно спать, он заплативает ему что кушать, и он заплативает это что он одевает на себя. Значит система не изменилась. А кто сейчас имеет общий власть над народом, это имеет общие банкарские банкирии банкарские воркушки. Потому что они дают вот скажу какой долг пожалуйста купите квартиру, но генерациях генерациях дети и внуки и правнуки будут отплачивать кредит, который они имеют у этих банков. Но значит что человек здесь не имеет ничего. Самое интересное как это все поставлено, что вообще-то эти банкиры приватные персоны и но пробуют обмануть людей, что тут есть страна. Ведь это если есть страна, тогда граждане акционеры в этой стране. Значит в таком случае по моему соображению тут должны быть возможности для граждан самим выбирать какую работу работать, какую науку делать, какие сколько работать. Должен быть в нашем модерном модернизированном мире уже зарплаты гражданина. Зарплата гражданина. Это уже попробовано и в Австрии, и в Финляндии, и в других местах. И это самое социальное и экологическое и для мира конструктивная система. Потому что тогда люди могут начинать заботиться друг о друге, о своей семье. И тогда корпорации, которые сейчас захватили всю власть, становятся безвластными. Потому что если есть гражданская заклата, тогда власть действительно приходит к гражданинам. Ну как возможно сделать гражданскую зарплату, когда диапазон одного директора, одного чиновника с уровнем самой маленькой зарплаты 20-40-50 раза. Значит этот, работает на низком уровне, человек работает и дает все от себя. он имеет 50 раз меньшую зарплату от этого, который на рукушке. Но есть по 20 раза разница. И они никогда не могут быть ни однако перед обществом, ни перед законом. Никак. Эти, которые имеют деньги, эти, которые имеют высокую зарплату, он имеет правду. А эти, которые бедные, он не имеет ничего. Два. Когда смотрите Швецию и шведскую систему, они говорят здесь о демократии и свобода слова. Но здесь свобода слова очень ограничена. Вообще два очень ограничена. Вместо Сталина и там вас знают для Третьего Райха или Дуча. Вы знали, что вам нельзя сказать ничего. А здесь скажите то, что не нравится вас, тогда вас поставляют на суд. Значит, как бы сказал по-русски Тинкс, это первый суд. Потом, если человек патриарьер первый суд, это известно, что он пойдет, если он пойдет на высший суд, значит, он будет поделиться, на первый суд он там заплатит эти штрафы, это какие маленькие деньги, а на высший суд ему нужно заплатить все расходы суда и на первый суд, и на высший суд, а потом катайтесь как вам и никто не пойдет. Здесь это такая блеф система обмана. Здесь Швеции общий, когда осматриваем биографию и образование политиков, они не имеют никакие школы, они имеют только партнер книжки, и они боюсь таких как я, как вы, которые общим ветром, высшее и высокое образование, они не дают им возможность получить штур и отвечать на свою работу. А здесь групповое решение, когда группа решила так, группу невозможно поставить на суд для предательства стране. И группу всегда можно манипулировать. Вот это очень интересно, так как в прежние времена были монархи, и там было невозможно манипулировать, потому что монарх, он принял свое решение, и его нельзя, как говорится, в него нельзя войти. А сейчас, когда есть разные компании, общество, всегда можно зафильтрировать людей, которые будут делать саботаж и подкупленных людей. потому и вообще такой институт сейчас, который называется республика, он не демократичный, потому что эти люди их все могут подкупить. Ну, смотрите, во время Римской империи, если это была республика, каждый раз в Римской империи была гражданская война. Значит, через республику коррумпированная государственная система может поставить своих высоких чиновников, которые будут управлять страной. Тоже вот эти, которые управляют страной, они делали консультивную монархию, что взяли власть от династии, взяли власть от этих настоящих патриотов этой стране и поставляют своих чиновников, которые будут делать систематическое предательство, только чтобы управляли сластью. Если я смотрю в Швеции, допустим, что они имеют републиканское общество, но там республика, мы не можем сделать никакое монархистическое общество. Почему? Потому что политики знают, если у них нет компетенции для этих пост, они не будут сидеть на этих стуках. А здесь ужас. Когда осматриваем биографии бывшей министр, министр коммерс Бьерн Розенберг, он общий не счастлив автомеханик, он не мог окончить и получить диплому автомеханик, но он министр. Вот как хорошо. Осмотрим Филиппу Райнфельд, жену бывшего прайм-министра, она не счастлив студент журналистики. Осмотрим вот сейчас нового прайм-министра, который сейчас управляет Швецией, он общий полквалифицирован сварщик. Как его зовут? Лофген. Вот. Стефан Лофген, пожалуйста. Он не имеет образования управлять страной. Но они ведь и не управляют. А потом осмотрим только это большой шов. Но это осмотрим бывшая министерка юстиции Беатрис Аск. Она по образованию паркмакера. А потом она сенсила со своей парктивной книжки какой там Тинкс Реттель или какой суд. И она начиналась быть самая умная, больше умная от профессора юстиции, который преподавал 30-40 лет на университете. Ну пожалуйста, это такой цирк, что у меня слово нет. Да, но это ведь если мы знаем, что это цирк, между прочим, это совершенно ясно, что это цирк. Сейчас вам скажу, осмотрим неон-афер, это было во время Дона Райфилда и его лентинфинантов. Швеция, государство Швеции, на 100 миллиард крон купило одну атомную станцию Голландии. Но эта атомная станция не может сделать один микроампер электрики. Дали 100 миллиард крон. Это и дураку, и идиоту, и ментально больному человеку ясно, что эти 100 миллиард крон пошли и в карманах. Потом через приватизацию нагрузили свои карманы. Потом через продали апотеку, сделали приватизацию государственной апотеке на 7 миллиард крон. Это тоже пошло в как Нордея перехватила шведскую почту с банком почты. Точно. 1726 года первое государственное мероприятие фирма это была почта. Почта имела свои знания. Почта имела своих офисов построенных в подпольной стране. Почта имела свой банк и все остальное. Что сделали? Развалили почту которая была первая государственная сильная скажу фирма а потом продали недвижимости продали капитал почты поставили себя все карманы это идет большого систематического бородства но то же самое они сделали с телеграфом и сделали Телли. Да. Это у нас сейчас концерн всего платить. А потом когда смотрим Телья Сонера смотрим Телья Сонера пожалуйста смотрите Телья Сонера вот приватизирована официально говорят что Телья Сонера платила дочке Каримове 2,2 миллиарда шведский крон. Они тоже платили там Непал 4,5 миллиона на коррупции. Потом они платили Азербайджане какому американскому бизнес агенту несколько сотни миллиард миллион крон чтобы сделать общий с Азербайджаном какие связи. Но они не знают имя и они не знают где этот американец живет. Если он живет в Гавайских островах они не знают но они знают что они дали сильнее сто миллион крон. Это идиот понимает что это карманы 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 пожалуйста потом осматриваем когда начинается какой дефицит государственной кассой кто заплачивает заплачивает эти бедные заплачивает народ ему гряба через основных расходов сейчас хочет увеличивать коммуналную воду на 400% увеличивают электрику тоже все пойдет наверх увеличивает основные расходы а потом они посчитают через основных расход сколько могу поставить себя карман и что как могу сделать баланс деньги которые исчезли из государственной кассы самая острая методика сейчас массового уничтожения это дикит дигитализация денег где виза и мастер кард подкрались людям действительно уже в их кошельки и если у тебя нету карточки ты вообще у тебя нет денег и значит у нас в карточках уже чипы и декар карточка и банковская карточка если у тебя этого нету ты вообще не можешь жить уже уже это уже сделано и вот этот и эти деньги дигитальные они ведь создаются из ничего это ведь просто махинация это опять махинация банкиров которые занимаются приватным бизнесом и даже в швеции это нелегальная вещь потому что приватные банки у них нету закона где им разрешено создавать деньги это функция центрального банка но они это делают и этот криминальный процесс сейчас стал вообще неконтролированным и только смотря на это уже видно что тут нет страны это не страна если приватные какие-то персоны создают эти деньги тем проектом где они желают а у самих граждан нет такой возможности смотрите первое что вам нужно знать это электронские деньги если банк имеет скажем 10 миллион крон кассы они через электронику самые 10 миллион крон могу подарить на тысячу раза потому что банк является гарантом но банк дает деньги которые не имеет это все одна махина а потом как же здесь строят здание квартиры но работы нет бросают на улицу работников которые работают эриксон закрыли сад автомашинную фабрику закрывает разные фабрики которые делают производство но сейчас они строят здания и квартиры потому что банк общий имеет свой капитал выложен у недвижимости с искусственными ценами что это трахнет это будет такой пузырь что будет атом незрел и в Швейце пойдет банкротство о чем дело вы имеете строительную фирму вот мария имеет фирму которая имеет строительный материал я покупаю квартиру значит что банк является гарантом денег которые не имеют и через электронику они вам шлют деньги это не воздушные деньги это никакие деньги а я это махинация а я подблагаю долг а вы в скорое время пойдете через банкротство раньше была книжка банковная книжка и там писала сколько человек или семья имеет деньги на бумаге сейчас банк может закрыть дверь и сказать у народа невозможность прийти свой банк если они там имеют какие драгоценности они не могут прийти искать деньги которые они сделали как депозит и все ушло а потом швеция если рассмотрим шведский риксбанк государственный банк центральный банк не имеет народ но это имеет ротшильд а поставлено лицо семья Валенберг тоже банк ингланд не имеет народ Англии федерал резерв соединенных штатов банк банк канада тоже банк австралии тоже банк нью-зеланд банк индия тоже а потом катайтесь как вам удобно по полной стране но только не имеют банк северной кореи не имеют банк ливии не имеют банк сирии не имеют банк ирак а потом там есть иран иран тоже не имеют вот пожалуйста и там угрожают своему и там все плохие значит ну вот какое у нас предложение потому что у нас есть замечательное предложение как остановить эту истерию самоуничтожения потому что ядерная система ядерной ядерной войны это не шутка и нам надо найти решение и такое у нас есть предложение так как это даже очень очевидно что дорогие Ротшильды и Рокефеллеры и все их Джипи Морган и Шифтин и Дипоны они в своем положении перехитрили так перехитрили что теперь сами могут сделать и своим семьям апокалиптическое будущее да и довольно ясно что и они понимают что надо менять систему но это не так уж просто так как эти корпорации они как гулливеры на глиновых ногах и они огромные они в них столько людей работают как биороботы и это не так уж просто остановить и предложение у нас такое дорогие дорогие ротшильды и рокфеллеры и джипи морганы и джипи морганы и шифты и дебири и опенхаймеры да пожалуйста отдохните немножко вам им не хватит они хочут еще больше потому что сейчас надо делать перемену систему иначе будет конец света и наше предложение такое что создаем мировой порядок коренных жителей в каждом месте где у вас есть свои корпорации пожалуйста дайте все возможности коренным жителям которые из них любящие и компетентные стать руководителями этих мест и если все это сделать любящий тогда не будет никакой войны не будет ядерного апокалипсиса и сможем мы справиться со всеми ядерными отходами тоже потому что это самое тяжелое вы лично смотрите в свои глаза Соединенные Штаты НАТО поставляют ядерное оружие на территории Бульгарии на территорию Румынии тоже хочет поставить прибалтических стран поставлять на территории Польши на территории Польши находится Першин-3 первым поставили патриот ракеты для уничтожения ракетов они говорят от Северной Кореи и Ирана только идиот может поверить а потом реактивные самолеты из Тарина могу быть над Петербургом через два с половиной минуты надо создавать суды коренных жителей которые криминализируют все эти системы коренных жителей криминализируют вот такие поставки и создают свои банки и создают все финансовые системы коренных жителей и в отпуск все эти устаревшие системы которые создают конец света эту апокалипсу Россию окружают в форме подкова от Северного полоса через Навегию Централную и Восточную Европу до Кореи и Аляски пожалуйста вот что идет это но это бешенство если будет такая электроническая ошибка полная наша планета может пойти в аду и черт а Россия хочет мир и спокойствия спасибо Путину скажу открыто что он наражает Россию и что делает пушки потому что Запад только понимает пушки и ракеты если вы хотите договориться с вот этим генералами Пентагона адмиралами Британии вот этим генералами которые сидят в Бриссе вы не можете договориться с гангстером который имеет автомат который имеет пушку а у вас ничего нет и как это поставлено это так у них поставлено что люди идут на работу чтобы терроризировать сами своих людей сделать панику а потом через панику чтобы народ слушал и через панику когда народ слушает вот им очень хорошо потому что народ нужно чтобы нормальный гражданин им было нужно думать только о своих проблемах как заплатить квартиру как заплатить счеты как прийти и получить вот какие деньги чтобы покушать чтобы купить питание питание очень плохое все еще когда смотрим на Georgia Stones государство Горджия США там находится написано я не знаю на сколько языков что нужно уничтожить 6,5 миллиард людей и поставить квоты 500 миллионов один умирает один рождается один рождается один умирает только пожаловать но видите в чем дело это предсказание невозможно потому что чтобы только сохранить ядерные отходы нужно очень много людей и надо действительно сделать нашу планету очень даже экологически оживляющей потому что иначе не будет кто эти отходы будет охлаждать и охлаждать надо их все время они даже без электричества не могут а то они будут вариться и вся планета будет так радиоактивна что тут жизни не будет не только что планета человеческой жизни но вообще планета вот что будет радиоактивной все остальное когда вы осматриваете дебрид уранью одна пуля 30 миллиметра 3 сантиметра широкая 100 миллиметров длинная вот контаминировать 40 квадратных километров самая болезнь является Ираке Афганистане Косово Боснии где НАТО бомбил с дебридой уранью а чтобы планета освободилась этого дебриду уранью моей остальной 4,5 миллиарда и 1 Это только по 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 халверинститу это значит 10 раз бурж 45 миллиарда флета но я знаю что халверинстит 4,5 тысяч года 4,5 миллиарда да ну халверинстит это халва стывка но чтобы аль стырка ска четверг раз 45 миллиард год то что Так что мы говорим о всей, ну, на всю оставшуюся, на вечность. Особенно этих областей является леукемия, рак кости, рак кожи, рак внутренних органов, рак почки, там является контаминерная вода. Ну, я покажу вам эту книгу, я сама автор такого контейнера. Ну, что я буду говорить, пожалуйста, вот, я как образован офицер высокого ранга, вот, что могу сказать, я не имею ни функцию, я не имею ни возможности, я не имею ни позицию, что заставить. Ну, не очень и все ясно. Да, так что, так как вы видите, так, это книга. Ну, здесь, да, это как раз... Да, это как раз я тоже тут эдитую. И видите, тут как раз видно, как цезиум 1.7, как он разлагает мускулы сердца. Известно. Я это знал и до вашей книги, как радиоактивные болезни убивают и природу, и тут весь спектром всех заболеваний, и невиноватых, и невиноватых животных, потому что больше я знаю людей, я люблю только животных. Да. Ну, я думаю, что это очень приятные организации. Но мы, потому их сейчас криминализируем, эти системы, чтобы спасти милых банкиров. Ой, да. Ой, да. Так что вместе с этими людьми мы спасем и наше, наше следующее поколение. Ещё интересно, как... Потому что люди думают, что Швеция это одна из самых социально благоусловленных стран. Да. Но как мы тут жили, что мы видели? Мы видели, что тут вообще, в общем целом, не функциирует... не функциирует... не функциирует... не функциирует... не функциирует ничто. Всё это иллюзии. Школа это один разврат, и очень плохое образование. Дисциплины школи нету. Да. Учители, они нахожусь на варе, миссубрил. Таблетка, чтобы успокоить свои нервы. Потому что дети просто... Эти хулиганы, они избивают учителя, если они хотят. Выросли без родителей, которые всё время работают на какие-то... Не только это. ...милитарные фирмы. Под том, что родитель, он не может воспитывать своего ребёнка, как нужно воспитывать. Тогда приезжает социальная служба... Его и времени нет. ...и возьмёт ребёнка от семьи. В Швейте минимум социальная служба делает киднаппинг на 30 тысяч детей в год. Ещё больше. А потом социальная служба делает с этим ребёнком бизнес. Детей вынимают из семьи. 30 тысяч в год. Больше 30 тысяч в год. Они делают киднаппинг, поставляют какой второй семьи, и эта семья получает большие деньги, что ребёнок, социальный ребёнок живёт у их. И как в России говорят, вам деньги на столу, а чиновнику социальной службы деньги под столом наоборот. Это мне ясно. Это 20 миллиардов в год бизнес. Это 20 миллиардов. Швеция скоро будет перед тоталитарным банкротством. Эти здания, которые они строят. Индустрия убита. Продукция убита. Обслуги, которые они имеют, дата, дата, дата. Не делают никакие деньги. Платить надо... Вообще нету, где жить людям. И где они живут, нам надо платить бешеные деньги. Бешеные деньги. Ещё... Когда я разговариваю с этим, которые имеют свою частную фирму, 75% народа, который придёт в кафе, ресторан, где удобно, заплативают через кредит. Могу снять каждый месяц до следующего месяца 15 тысяч крон. Получили зарплату, банки им одобрали зарплату по вопросу доводка. Это так ясно, что банки используют ситуацию нормального работника, нормального гражданина, нормального чиновника, который не может кататься со своим счётом. И все меди в Швеции... Что мы знаем... По татаитарным контролям. Да. Человек, который хочет иметь какую позицию, как персонал, шеф, какой директор, какой, я скажу вам, не знаю, вот общее, иметь позицию, ему нужно иметь какую-то такую партию книжку. Без партию книжки ему нельзя сидеть на этой стороне. А полная система, особенно через секретность полиции, заснована на Стукачев. Кто кого заявит. Здесь хуже, ну что во время ДДР имели штации, что имели в России ЧК и КВД, еще хуже здесь. Стукачев сколько хотите. Вот, пожалуйста. А секретная полиция, она гоняет таких, как я, потому что я говорю открыто. Но они не гоняют этих хулиганов, которые сожигают автомашины, которые сожигают школы, которые продают наркотику. У них есть огромные права. Ну, пожалуйста, гоняйте разбойников. И у больных людей, и у наркоманов есть огромные права. Их даже нельзя лечить, если они не желают. Такие права у них есть. Потом многие, которые пришли из Афганистана особенно, так как название мальчики, ну каким мальчикам там есть и 40 лет, они сказали, что у меня 14 лет, я не знаю сколько. Они, вот и остальные, 75% официальной статистики используют героин. Потом, сколько хотите, используя наркотики. Потом, как бы пришли в эти наркотики, они варят в магазинах, они варят где им удобно. Вот, делают преступность, но он скажет, у меня 14 лет, и пойдет в социальную власть, и социальная власть будет разговаривать. Интересно, что тут приехали сирийцы. Да. Сириан с четырьмя женушками и 22 ребенка. Официально он женат на 4 женщины. И они стоят в шведском правительстве и нас, которые заплатили налог. 500 миллион крон в год. Заплатить квартиру, заплатить ООО, заплатить одежду. 500 миллион крон имеет одна семья. Пожалуйста, катайтесь, как вам удобно. А сейчас женщина, вот как вы, или вот как Марьян, им нужно по закону исламского фундаментализма поставить гординки на лицо. Нормальная женщина, которая вот крестьянка, ее нельзя гулять по улице, вот одеть, что ей удобно. Ее нужно одеваться по моде Кабула, по моде фундаментализма. Но я скажу так. Если те, которые любят фундаментализм, пришли в Европу, наш континент. Пожалуйста, пойдите в Саудийскую Аравию. Пойдите в Эмираты. Там они знают и язык, они имеют и моду, они имеют и традицию, они имеют менталитет. А там менталит самый. Ну, там есть и шария, там есть что вам удобно. И останите, и пожалуйста, сидите там, где разрешают четыре жены, где разрешают ребенка сколько удобно. Ну, Саудийская Аравия заплатила 6500 Toyota Land Cruiser из Японии, для ISIS, для DASH. Саудийская Аравия финансировала войну в Сирии и Ираке, еще финансировала вместе с Катаром. А главные военные инструкторы, это спецслужбы Соединенных Штатов, и SIS-сервис, и парашютисты английские, они сейчас имеют базы на территории Йордана, обучают этих террористов. А потом приезжает результат у нас, в Европе. Если они хотят этих Абдул-Бульбуев и этих фундаменталистов, пожалуйста, возьмите их на территории, где им удобно, США, Англии, этих которых обучают. Оставьте нас спокойно, потому что нам не нужны бомбы, транспортных средств, нам не нужны бомбы ни на вокзале, нам не нужны бомбы никуда. А своих Абдул-Бульбуев, возьмите у себя, у этих, которых обучают делать это зверство. Ну да, но это ведь планированная миграция, это миграция, которая война, это оккупация. Пожалуйста, кто делает войну, ему нужно заплатить счет изящных людей. Нормальные люди, пускайте, придут, придут. Он спасается, он спасает себя, он спасает свою семью, пускайте его прийти. Но имеет ли он этих экстремных взглядов на политику, на женщину, на человека, пускайте он будет там жить, где такие законы есть. Иван, расскажите, пожалуйста, у вас такая интересная история, что вы были персонально встянуты в историческое происшествие с президентом Швеции, Олафом Павловым. А это правильно листы? Потому что ведь он все-таки был человек, который пробовал создать какой-то порядок тут. И все-таки порядок высшим органам не был нужен, и у них был свой план, и Олаф Павловым, который пробовал все-таки защитить этот регион от этого плана, был убран. И потом начались вот эти ужасные кризисы банковские. Сразу они убрали Павловым и сразу банковский кризис поставили. Расскажите, пожалуйста, ваше представление. Общее, Олаф Павловым был честный человек. Он хотел сделать демилитаризованную зону Северного полуса. Он хотел, что Соединенные Штаты не будут патрулировать со своим БФ-52 и стратегическими нуклеарными бомбами над Северным полусом. Он хотел сделать спокойствие в Балтическом регионе, Северной Европе и Западной Европе. Как так, он был очень-очень опасным для политики Пентагона и для военных комплексов Локинг Мартина, Боинга, Нортопа, General Electric, тоже British Airspace, которые делают стратегические бомбы, атомные бомбы с черными. Значит, Олаф Павлов был на пути отказаться от своей службы здесь, в Штокольме, как прайм-министр, а потом он был потенциальный кандидат быть генеральным секретарем Единых наций. И его невозможно купить. Он не был коррубирован, он был честный, моральный человек. А потом, как Дарк Хамашилл, да? У него тоже есть книга в нем. Да. Он был в рейтинге разведки Бельгийского генерал-штаба. И Ильон Мильер, фирма, заплатила летчику это время, это был 1961 год, начало первой недели сентября, его самолет сбили. А потом, да, Камашев пережил аварию самолета, но он получил пуль от 9 миллиметров в голову. Вот, пожалуйста, не виноват человек. Убили его, потому что он борился против колониализма. Вот, после этого Улофа Пальме сказали так, мы, его нужно освободиться на территории Швеции. Мы не хочем снова повторять историю Даг Камашева. А потом, кто подписал его смертное наказание, это был папа Буш, еще очень-очень-очень высокий министр иностранных дел, который служил во время, в Северных Штатах, который служил во время Ричарда Никсона. Вот, и улова, меня самым предлагали 2 миллиона долларов, это время, 86-й год, чтобы я его убил. Ну, это документированное, вы можете смотреть на YouTube, это я предупреждал и полиции, предупреждал политиков, я до убийства предупреждал одну редакцию газеток, но там знал около, что я их предупреждал больше 140-150 людей. Но я сделал со своей стороны, что мог, ну, полицайский, как я называю, скрепо, секретная полиция, скрепо, 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 это мусор. Мусор, это мусор, самый чиновник, с которым я разговаривал до убийства 51 раз, 51 день до убийства, ну, там было минимум 3 раза, возможно, 5 раза я его предупреждал, что он не слушал меня. Потом я пошел в политиков, он был дежурный этот вечер, оперативном центру шведской секретной полиции. А потом, почему они поставили Кристера Петершуна, когда было так много этих радиостанций в Окки-Токи, по полном городе, от Гамастана, где он в Пальме жил, до кинотеатра. Значит, его секретная полиция слушала его телефон, знали, когда он пойдет, поставили несколько эскадронов смерти, а потом, если группа А не сделала свою работу, группа Б сделала, группа Б, С, Д, как хотите. Это был военный путь 28 февраля 1986 года. И его убила шведская секретная полиция по налогу Центрального развительного управления. А Центральное развительное управление получило от папы Буша заказ. А папа Буш, он был начальник Центрального развительного управления Далласа, в городе Даллас, когда 22 ноября 1962 года убили Кеннеди. Ну, пожалуйста, почитайте, поставите все это вместе, и потом вам все ясно. Ну, да, Кеннеди, сын Джуниор. Тоже убит, хаварит самолет. Да, но он ведь, как раз, у него был журнал, который назывался... Джордж, Джордж Журнал. Да. А потом он сказал этому Джордж Журналу следующее. Я буду объявить Джордж Журналу настоящую биографию американских политиков, сенаторов, судей, и я буду объявить, кто убил моего отца. И ему поставили самолет на педалах там, вот, педала в самолет, налево направо, и он получил хаварию в Атландском октябре. Но уже названием этого журнала он сказал, кто убил его отца. Кто убил его отца? Джордж. Ага. Джордж Буш старший. Да. Джордж Буш старший, точно. Начальник ЦРУ в городе Далласе 22 ноября 1963 года. А когда осмотрелся Бэби Буша, он на улицах Тексаса продавал героинь, он был зависимый от наркотики, он был алкоголик, а потом в своей биографии он был на вентилации, как я говорю. Он был на вентилации чего? Был на вентилации своего здравоохранения. И он, его поставили как президента, потому что они имели шкантаж. Он был осужден в октябре месяца 1973 года для продажи наркотиков по улицам Тексаса, вот на 22 года тюрьмы. Но папа Буш в это время был посоль, амбассадор Соединенных Штатов в Пекинге во время Мао Цитунга. И сын нормально не сидел ни один секунду. А потом Бэби Буш тоже был президентом. А 11 септября делали сами органы Соединенных Штатов, сами замерировали эти здания, только чтобы имели настоящую войну. Это, знаете, дурак. Ну, то же самое тут в Швеции тоже, ведь наркотики на каждом углу. Ну, пожалуйста. Это ведь наркотическая мафия, которая травит... Управляет страной. Да. Очень-очень, наркомафия управляет страной. Да. И то происходит во всем нашем... Общество. ...палтийском регионе. И хочу закончить с нас... Ну, только скажу, почему это наркотики. Первое, доллар заснован на три вещи. Международным торговлем нефти, международным торговлем оружия самолетов и международным торговлем наркотики. Значит, кто хочет купить там на десятки килограммов кокаина Колумбии, Перу, они не ищут ни шведскую крону, ни норвежскую крону, ни пункту стерлинга, ни евро. Они хочут доллар. Тоже в Афганистане, кто покупает героинь, это наркодоллар. Те, ну, как скажется, омсетник по-русски. Деньги, которые крутятся на наркодоллар, это 1,3 миллиарда долларов. И найти не столько, что наркотика торгуется наркодоллар. А потом, пожалуйста, кончи, чтобы наркотик знал, о чем дело. Да, так оно и есть. Значит, да будет мир и да будет новый порядок коренных жителей. Спасибо вам большое, Иван, что вы так вытерпели эти времена и вынесли так гордо правду. Что у меня все ясно, к сожалению. Спасибо вам большое. И будем желать, да будет мир. Субтитры сделал DimaTorzok